здравствуйте уважаемые слушатели и зрители сегодня с вами очередная встреча это новости skyward комьюнити компании юниска стрим технологии вот в мире беларуси и так далее меня зовут олег тарасов я являюсь партнером компании skyward комьюнити с 2015 года но активно начал работать двадцатом году вот поэтому считаю себя таким человеком который горит и вот и передает это тепло всем людям окружающим и за этот небольшой срок в общем-то у меня образовалась довольно-таки большая команда и которая в общем-то продвигает skyward skyward по всему миру вот ну и уже я вот эту вот фотографию показывал в прошлый раз но все-таки повторюсь потому что действительно мир меняется очень быстро действительно и много тех событий которые мы вообще никак не ожидали услышать увидеть прикоснуться вот и поэтому вот анатолий дарович сказал что никогда не стоит рассчитывать на то что все сложится так как задумано однако не стоит отказываться от осуществления намерений склоняясь перед величием внешних обстоятельств изменить их редко под силу человеку но можно победить их и как я и говорю что всегда мы можем победить когда мы объединяемся когда мы объединяем наши силы когда мы знаем что правда будет за нами поэтому антолий дарович несет в мир добро и мы после его последователи конечно тоже должны быть крепкие в этом плане не сворачивать пути и знать что наш транспорт юнический стрим технологии он действительно нужен всему миру и мы его продвигаем и продвинем но компаниям юнической среди технологии это международная инженерная компания которая занимается проектированием строительственной сертификации высокоскоростных городских грузовых транспортных систем и перспектива охвата мирового рынка 50 процентов это скажем так как заявлено у нас на сайте компании слоган создаем экологически безопасный комфортный транспорт но философия вынес вот таким вот образом до сегодня чтобы было конкретно чтобы мы все запомнили и знали вот у нас две картинки при том обе реальные до 1 называется худшие города для поездок на работу это вот такая ворска сити фор комьютина а другая называется я назвал линейные города юницкого и это тоже реальная фотография потому что это фотография с нашего эко технопарка в мариной горке так вот философия действительно транспорт должен быть решением проблем а не их источником мы с вами много очень обсуждали и я смотрел и был удивлен что самым сейчас загруженным городом является лондон несмотря на что там самые длинные пробки но там все в принципе все в пределах скажем так нескольких процентов конечно же там и города америки и города россии вот и тот же питер и москва это не обошлось конечно и деле чайна китай поэтому здесь можно перечислять все огромные мегаполисы и конечно же так далее продолжаться не может поэтому анатолий эдуардович и называется мира мировым инженером инженером нового мира в том плане что он знает как решить проблему не только пробок но и как в общем то сделать так чтобы людям 10 миллиардам и более жилось на нашей планете земля комфортно и где скажем так экологически чисто не вредя природе и развивая эту природу и действительно наслаждаясь нашей планетой землей планета и земля комплексное решение это грузовые пассажирские передовую потоки коротко который переносится на второй уровень второе транспорт примещается по специальной рельсовой струнной эстакаде это важно потому что мы заявляем о том что у нас не только новые электромобили да на стальных колесах а эти электромобили движутся именно вот по таким струнам рельсам которые действительно опять-таки созданы вообще с нуля ну и третье в общем чтобы вот это вот специальная рельсовая струнная эстакада она позволяет улучшает аэродинамику увеличивать скорость на уровень вырастает безопасность и экологическая составляющая тоже выходит на первое место простите но и при этом при всем стоимость строительства оказывается значительно ниже существующих транспортных решений как мы уже говорили вот действительно мы это уже было две недели назад я говорил о том что действительно завершён основной этап строительство анкерных опор это на трассе длиной 24 километра вот действительно мы восхищались что действительно очень красиво сделано действительно в таком восточном стиле потому что находится в шарже вот что там было очень много залито бетона 2000 кубометров бетона из расхода на 300 тонн высокопрочной стальной арматуры и все это для того чтобы выдерживать морские контейнеры 40 и 20 футов и знаете они около 50 тонн если полностью вот эта вот система будет и конечно же такой транспорт он будет не один то есть их будет там очень много вы знаете со скоростью можно двигаться до 100 километров вот и поэтому конечно нагрузка колоссальная и вот впереди как мы говоря о том что специалисты ждет не менее важный ответственный этап работы установка путевой структуры и следующий кадр сам лично анатолий эдуардович юницкий прибыл туда конечно же там было у него встречи с его последователями последователями которые приехали вы знаете мы об этом скажем чуть ниже да вот но конечно же он не мог не заняться тем что сам основатель именно поднялся и что лично проинспектировал установку анкерных узлов на трассе на 4 трассе тестовой трассы вот она там видно куда он смотрит да вот эти вот прямоугольные анкерные опоры да вот именно там вот будет проходить вот это вот по ним будут двигаться денег и уникон ты и вот действительно это очень такие замечательные кадры что сам антолий эдуардович инспектирует и в результате он не нашел вы знаете насколько он скрупулезно подходит это вообще конечно же человек гений и вот все должно быть конечно на высшем уровне но в общем-то результат такой что никаких отклонений от проектного замысла выявлено им не было вот анкерный узел это очень важная важнейшая часть транспортной системы на этот элемент приходится большая часть горизонтальной нагрузки от струнной трассы до 900 тонн поэтому текущий этап работы требует особого внимания со стороны руководства проекта вот такие вот дела так что поздравляем вас это действительно большой этап открывается новый я например очень хотел лично увидеть вот эти вот и не конт и потому что когда был виду когда маленький этот контейнер 20-фут выездил это конечно интересно все здорово на там вы знаете такая трасса провесная вот в общем ну на который мы ездили но это было продемонстрировано здесь же будет уже такая серьезная трасса для юниконтов и вы знаете у нас замечательные эти юниконты как они выглядят и действительно и это было даже желание шейха шаржи который хотел видеть вот этот вот юниконты как они будут проситься как он вырыдился пулей и вы знаете что при успешном испытании этих юниконтов возможно будет проложена дальше путь до к корфахана это 130 километров от этого места где находится анатолий дарыч вот такие вот перспективы и конечно я просто на уверенно сто процентов что действительно это все состоится несмотря на все скажем так перипетии которые сейчас происходят но в общем то мы идем вперед и вы мой уверенный голос тоже говорит о том что я очень верю в то что это случится в ближайшее время вот эта трасса тоже я нашел картинку и действительно данная трасса предназначена для испытаний пассажирского юнибуса да это тоже будет огромный юнибус там на 46 человек да насколько я помню вот и он может еще увеличиваться тогда и грузовой уникон способны перевозить морские ски морские контейнеры 20 и 40 футов вот этот раз видите какая красотища уже я же вам говорю вот сам песок вот этот он далеко от того песка который мы привыкли видеть на на пляже до 10 это страшная земля которая действительно поэтому на ней то и не растет вот ничего понимаете вот только где уже облагорожена тогда уже выровнено все вот тогда уже тут начинает расти травка вот расти какие-то вот значит цветы здесь так далее но сама вот это вот трасса она будет проходить действительно вот видите там где песок там где ничего не растет но в будущем здесь будет расти здесь будет зеленый сад как уазис как выражается анатолий гадыч здесь будет все да вот но отсюда я перехожу к тому что параллельно к тому что проходит но сегодня последний день кстати да экспо 2020 в дубае 23 по 25 марта в нью-дели прошла масштабная международная выставка который называлась smart cities india expo 2022 то есть умные города вот smart города и индийские да вот индия expo 2020 на ней были представлены компании индии сша франции японии других стран отметим также что на выставке участвует также юнистки street technologies и как отмечают эксперты похоже начинает оправдываться предположение о том что скоро струнный транспорт будет внедряться по всему миру вот такая вот такой вот участие сейчас об этом вам расскажу вот потому что о об этом участие значит написал журнал word construction today вы это знаете журнал уже моего уже ссылались на него очень внимательно следить за продвижением юнистки street technologies и вот он выпустил огромную даже не одну а две статьи притом она вышла действительно практически в один день и вот первая статья называется струнный транспорт usd одна из самых ярких технологий на выставке smart cities india expo 22 о чем там было сказано значит юнистки street technologies рассказать что такое предлагает инновационные транспортные структурные решения компания разрабатывает и производит сама ведь и разрабатывает и производит подчеркивается беспилотные транспортные средства на остальных колесах они двигаются по струнным рельсам юмобили способны развивать скорость до 150 километров в час движение над землей по специальной рельса струнного эстакада это решает проблемы пробки дтп не наносит фрида окружающей среде также делает поездку комфортной и быстрый вот это далее я конечно немножко сократил но по большому счету я постарался вот эти две статьи практически полностью вам передать за время своей деятельности компании usd разработала ряд принципиально различных моделей электро рельсовых транспортных систем на стальных колесах также путевую структуру и инфраструктуру необходимы для движения транспорта у компании есть два инновационных центра расположенных в арабских эмиратах и беларуси то есть они описывают что это за компания как откуда чего и так далее но в общем то это мы все знаем но я говорю о том что это именно текст который предоставлен word construction today дальше в прошлом году агентство по сертификации т.ю.б. св подтвердила безопасность городского транспортного комплекса в научно-исследовательском центре который с положим шаржа получение данное получение соответствующих сертификата сняло со стола многие вопросы связаны с внедрением струнного транспорта по миру юнический стран technologies объявила о своей готовности начать работу над коммерческими проектами и таким образом сам анатолий дарвич и по помните объявил что мы переходим от стадии стартап на стадию бизнес да вот это вот замечательная фотография вот что действительно прошла всю сертификацию анатолий дарвич как говорится действительно рассказывал очень подробно о том что что это случилось и вы знаете что действительно это совершенно новый транспорт к нему были очень скажем так пристальное внимание потому что это не принять очередную там машину и какой-то трамвай метро что уже внедрено много и где и как поэтому было все пройдено на отлично и получен этот сертификат поэтому действительно у нас сейчас идет уже стадия бизнес и кто еще думает и сомневается все таки есть какая-то возможность еще в общем-то включиться и пересмотреть тех людей которые сомневались и предложить им ну хотя я в принципе делаю это очень спокойно и если я не вижу искры в глазах я в общем-то даже этот разговор не говорю не продолжая потому что говорить людям и доказывать что черное белое белое черное это в общем-то неблагодарное дело поэтому двигаемся дальше инвестируем сами и своим примером зажигаем других людей дальше в данной статье значит компания говорит о том что было представлено также струны транспорт на экспо 2020 вот и во время некоторых значит много и это данный инновационный центр теперь посетили ряд высокопоставленных представителей и не исключено как утверждается в журнале во время некоторых из этих визитов были достигнуты договоренности по коммерческим проектам о которых общественность узнает чуть позже вы знаете что сам лично анатолий дарвич негативно относится к тем скажем так сообщением когда журналист любит приукрасить либо приврать и так далее вы знаете сколько было борьбы дальше некая не добросовестные в общем-то представители скажем так партнеров партнера которые обещали какие-то золотые горы лишь бы только привлечь уймам вот этих вот людей которые не разбираясь вкладывали деньги потому что им были все вкладывай сегодня завтра уже будут миллионы вот и поэтому сейчас конечно все вот эти вот шишки они сказываются на компании но в общем то мы проходим это с честью достоинством написано очень много ответа вы знаете когда мы там еще были в эмиратах был написан фолиант на 840 страниц когда за стали задавать вопрос а что вы а кто вы чего про вас плохо пишут там-то и там-то и википедии вот там написано но конечно конкуренты не дремь они не дремлют они все время стараются найти и очередь но были пройдены все вот эти вот камни подводные и компании я конечно же говорю о том что есть эти проекты вот но конечно же мы не не до конца мы не знаем где что и как хотя я говорю что очень много уже говорится о том что строится делается так далее но антолий дворец все это держит сильно в таком под колпаком чтобы ну опять таки от тех же конкурентов чтобы они в общем-то спали спокойно пока до поры до времени вот а мы с вами тоже должны спать спокойно и верить что у нас все движется все делается и говорится придет время когда мы действительно будем открывать шампанское и уже спокойно скажем так с радостью все это отмечать так ну и вот смотрите и что тут еще получается значит вот эта статья была написана о том что много коммерческие проекты так далее но они тут же решили и вторую статью выписать а в чем что же это за транспорт такой и вот мы уже разбирали с вами о том что word construction он разбирал уже чем отличается юницкий сын технологии от канатной дороги мы это тоже с вами разбирали вот и как они в предисловии пишу что оказалось что это совершенно две разные транспортные системы которые имеют лишний значительные внешние сходства и теперь как они говорят мы решили сравнить их с монорельсом могли вам трамваем и метро полученные результаты были мягко говоря неожиданными это не я говорю это пишет журнал вот поэтому мы с вами сейчас это все тоже разберем ну вот первое что привлением привлекли это струн в общем для обзора это струны транспорта монорельс решили сравнить ну вы знаете вот этот вот скажем так эта фотография из вуперталь такой есть немецкий город там вот живет моя то есть не в этом городе а моя сестра ольга когда-то там была проездом она действительно были фотографии вот но я помню лёша это освещал эту тему было интересно даже еще было видео вот сейчас видео пока в мирополисе не работает но в общем то суть вы понимаете да вот вот такой есть монорельс при том что смотреть это считаете первый действующий монорельс который был заложен вообще он пережил две мировые войны и до сих пор функционирует перевозя около 85 тысяч пассажиров в день то есть я хочу сказать поаплодировать этому дедушке даты ближайшему родственнику как вот выражаются в этом журнале о том что он не просто как музейный экспонат там находится действительно ездит и вы помните он вдоль реки такой расположен все но конечно же конструкция здесь огромные много металла как бы сама кабинка такая вот видите такая пошарпанная но факт то что действительно можно поаплодировать потому что уже практически сто лет данному данному в общем-то экспонату вот и при этом хочу сказать что действительно помните мы это я там вам рассказал что там и слон в свое время выпало хотели то есть не слона слоненка перевозили там в общем-то он там выпал в общем был этот но никаких таких вот сложных таких катастроф именно там была катастрофа только когда что-то там делали и не успели не закрепили вот там была такая вот ситуация когда сами кто чинил они там вот не доделали там было в общем-то ситуации но сейчас я об этом не хочу быть я хочу сказать чтобы обари как таковых не было прошеда второй уровень и существенно таких видите поломок не было поэтому о чем это что этот транспорту надо быть только надо быть уже в новом веянии потому что все меняется и телефоны и телевизоры в общем-то и транспорт тоже должен меняться ну так вот давайте разберем протяженность данного комплекса значит было около 50 километров то есть она остается протяженность вот и говорится о том что протяженность транспортного средства и у эстер и низкий центр просто неограничен но это понятно что сколько там продлевается только той будет дорога до максимальная скорость моно рельса составляет 70 километров в час ну как вот только тогда рассказывал он движется довольно медленно сорок километров ну в принципе гипотетически можно предложить что на приборы можно достигать скорости 70 километров потому что ему в В принципе, никто не мешает, светофоров нет. Но, опять-таки, это скорость, которая 70 км. Максимальная скорость струнного транспорта составляет 150 км в час. Это описывается в данном журнале про наш транспорт, который, в принципе, планируется в городе. Но вы помните, мы уже говорили о том, что уже разрабатывается и скорость 250 км в час. Но вы помните о том, что Юнифлэш может двигаться со скоростью 500 и даже 600 км в час. Но, в принципе, сейчас речь идет о внутригородском транспорте. Дальше. Электромобили имеют интервал движения от 20 до 50 секунд. Я даже думаю о том, что она может быть даже отговорили когда-то и 2 секунды. Потому что у меня есть система, которая, в общем-то, по кругу двигается. И вы как только заполняете, так оно и двигается дальше. Это вот как колесо обозрения, там тоже система будет только в горизонтальной плоскости. Поэтому тут может быть и гораздо быстрее, если будет спрос. Монорейль же движется, вот, интервал от 5 до 20 минут. Дальше. Юнифский стринг технологист может перевозить до 500 тысяч человек в день. Но вы помните, мы знаем о том, что Юнифский стринг технологист может перевозить 50 тысяч человек в час. А это я посчитал 1,2 миллиона человек в день. Ну, в общем-то, в журнале представлено вот так, что 500 тысяч человек в день. Ну, это пожалуйста. Монорейльс 137 тысяч. Вот данный монорейльс может перевозить максимально 137 тысяч человек в день. Вот такие разницы. И дальше. Стоимость стронного транспорта в 4 раза дешевле будет по сравнению с данным типом монорейсовой дороги. В 4 раза дешевле. Так, это вот что касается монорейса. Всем понятно? Это вы можете операторю. Может, какие-то вопросы есть. Вот, значит, дальше. Поезда на магнитной подвеске, да, маглев, то есть он называется, вот, да, магнитная левитация, если так вот сократить, перекрутить. Спасибо, Алексей, что тебе понятно все. Ну, значит, магнитная левитация заявлена в этой статье слишком дорого. Действительно, он является, этот маглев является, действительно, более экологичный, тихий, быстрый, чем обычные виды транспорта. Вот, и, однако, маглев так и не получил широкое распространение. И вот почему. Потому что требует слишком много денег. На строительство небольшого подъемника, как они называют, на магнитной подвеске в Шанхае было потрачено более 1 миллиарда долларов. Даже, ну, как сейчас указывается, там, допустим, в открытых источниках это был 1 миллиард 300 миллионов. Представляете, 1 миллиард 300 миллионов на длину 30 километров пути, там, 31, кажется, километр. И скорость маглева в данном участке развивается максимально 431, это вот в самой, скажем так, в серединке. То есть он разгоняется, там, 200-300, там, скажем так, смотрел, передача, называется, Мир наизнанку. Вот там он, этот парень, мечтал вот эту скорость увидеть. И действительно на мониторе выстачила скорость 431 километр. Это максимальность, которой разрешено могли бы двигаться вот на данном прямом участке, вот от Шанхая до аэропорта. Вот, ну, и, в общем-то, понятно, что строительство транспорта комплекса UST несравнимо ниже, как утверждается в данной статье. Магнитную подвеску также гораздо сложнее интегрировать в городскую структуру, чем струнный транспорт. Ну, вы понимаете, что вот когда 30 километров, вот они едут 7 минут, допустим, данный транспорт, да, вот. Но если вам нужно, извините, не 30 километров, а 3 километра, то, конечно, такой скорости он уже не достигнет, потому что ему, в общем-то, он не успеет разогнаться, потом не успеет затормозить. Во-вторых, что, опять-таки, это видите, какие вот колонны, я вам специально вот такую фотографию, чтобы вы видите, какие там вот основы еще, чтобы это было мини-вибрации, чтобы было убрать эту вибрацию и так далее. Ну, в общем-то, это понятно, что это, опять-таки, огромные-огромные монотонные такие вот бетонные сооружения, а потом уже на них там еще определенные выстроенные блоки специальные, которые гасят эту вибрацию и так далее. Ну, не в данную структуру ее нельзя вот так вот развернуть, показать и так далее. В общем-то, это, опять-таки, для больших расстояний, для между городов, для вот между Шанхаем, между аэропортом и городом, это возможно. Но не в городской структуре, поэтому, ну и очень дорого, да, очень дорого. Далее, значит, а, ну вот о чем, да, вот о чем я говорю, что путевая структура магнитоподвески только для высокоскоростных поездов, так как эстакада ЮСТ подходит не только для пассажирских, с различными ограничениями скорости, как они выразились, но и для грузовых перевозок. Вы помните, у нас будут еще дальше фотографии, когда на одной, в общем-то, на одной путевой структуре может быть находиться разные, во-первых, виды транспорта, и, в общем-то, и подвесная, и навесная, вот, и поэтому разные скорости и так далее. Поэтому здесь же только вот такая вот высокоскоростная трасса. Дальше магнитная подвеска окупается только через несколько десятилетий, хотя, в принципе, так и сказали, что магнит, ну, никак не окупается, все время дотации, 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 поэтому, в общем-то, те страны, которые не имеют таких возможностей, они, в общем-то, и не строят, потому что, в общем-то, это будет всегда дотационный транспорт, несмотря на то, что он скоростной, быстрый и замечательный, но дотации требуют постоянно. В случае же Unitsky Stream Technologies здесь действительно есть возможность окупиться через несколько лет, может, даже и быстрее. В общем-то, все будет зависеть от того, какая трасса, какой пассажиропоток, какая стоимость билета, но это несравненно дешевле, потому что изначально в несколько раз дешевле, это будет в десятки раз дешевле, нежели могли. Ну, и тут в этой же статье, это не я все рассказываю, это все из статьи беру, электромагнитное поле на магнитной подвеске может отрицательно сказываться на здоровье человека окружающей среды, создавать помехи электрическим устройствам, в то же время струнный транспорт выделяется своей экологичностью и бесшумностью. Это я подтверждаю. Да, действительно, очень здорово, спокойно, красиво, внутри замечательно, как птица Париж, в общем-то, очень здорово. На Моглеве не катался, да, ну, даст бог, еще покатаемся. А еще лучшее, что мы будем кататься на скоростном транспорте, юнический стриг технологий, юнифлэш, я думаю, это будет гораздо интереснее, потому что мы там уже сидели внутри, это все-таки здорово, и это действительно получается как индивидуальная машина скоростная, поэтому, думаю, это будет интереснее. Так, сравнивается с трамваем. Ну, тут, опять-таки, это вот их картинка, тут я не сам вам поставил минский трамвай, похож на старый минский трамвай, сейчас, конечно, трамвай красивее, потому что мы с вами рассматривали, какие трамваи ходят в Эмиратах, и я вам рассказал, что он вообще не востребован совершенно, и, кроме того, создал кучу проблем личному транспорту, поэтому сами эмирации очень недовольны и вообще не знаю, для чего они построили, как вот в прошлый раз, помните, я вам писал, что задавал вопрос, сколько стоит, и Лена Степина правильно угадала, практически 100, там 90 миллионов, вышло за 90 миллионов долларов стоимость строительства трамвая в Эмиратах было за километр, за километр, да, вот. Но здесь описывается так, что да, трамвай действительно идеальный городской вид транспорта, не знаю, в чем он идеальный, но приводится так. Но трамвайные пути не изолированы от движения транспорта пешеходов, иногда приводят к ДТП, также аварии с участием трамвая может заблокировать всю ветку, это действительно так. Вот, дальше, струнный транспорт движется над землей, поэтому таких проблем нет, но это понятно, да. Кроме того, трамваем управляет человек, и человеческий фактор также приводит к дороже транспортным происшествиям, электромобили оснащены автоматизированной системой управления, что полностью исключает вмешательство человека, реагирует на изменения условий дорожного движения. Скорость трамвая составляет 20-40 километров в час, струнный транспорт скорость 150 километров в час. Скоростной трамвай может перевозить 22 тысячи человек в час, в то время как юнистский стримтехнологий составляет 50 тысяч человек в час. Ну вот, приводится пример, опять-таки, трамвай в Минске, конечно, у нас был, есть, в общем-то, помните, его потихонечку стали убирать из Минска, да, и даже до Маза доходил когда-то, вот этот транспорт и кольцо потом его убрали. Вот, но я помню, такой еще вариант, вот именно такой, трамвай ходил и сейчас ходит возле Покозлова ходит, вот, и у меня там друг в свое время снимал квартиру еще, когда был студентом. И мы когда к нему пришли, такая у нас была, в общем, сидим и ничего не поймем, там, вот, то есть, в принципе, даже несмотря на нашу шумную компанию, я вообще не мог понять, что это такое. То есть, вот настолько этот транспорт будоражил все там, ну, примерно на таком расстоянии, вот, как там дом стоит, действительно, было очень, ну, скажем так, очень неспокойно двигаться. Поэтому сейчас, конечно же, новый путь эти тела сделали, они уже не такие, скажем так, не так вибрируют, но, в общем-то, для меня тоже трамвай, помните, даже выражение, не трамвай обедит, да, вот, поэтому здесь действительно что-то случалось, это, конечно, были страшные трагедии, если там кто-то попадал под трамвай, поэтому для меня, например, трамвай не идеальный, вид транспорта, как здесь описали. Вот, ну и приводится шумное дорогое метро, вот так они назвали. Значит, получается, невозможно представить в мегаполисах жизнь без метро, вот, но оно тоже затратное и требует очень много времени, да, в действительно, в Минске мне тоже очень нравится метро, я же, тем более, когда покупал квартиру, тоже я покупал возле метро, и действительно, вот, если на машине ехать в центр, это где-то занимает полчаса, когда даже нету пробок, да, когда пробки вообще молчу, вот, а на метро 12 минут в центр, это вот самый центр на Октябрьскую площадь, там, где цирк и так далее, очень быстро, да, вот, у нас метро действительно цивильное, ну, вы знаете, очень много, вот сейчас третью ветку делают, вот копали, 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 вот четыре станции выкопали, которые сейчас вроде бы продолжают копать, но это все действительно очень трудоемко, дорого, и, конечно, когда час пик, конечно, тоже это небезопасно, там, когда это вот на платформе, слава богу, вторую, то есть третью ветку уже сделать там с ограничениями, но все равно, говорю, вот эти две ветки, особенно где Октябрьское пересечение, там очень много людей в час пик, я вообще в это время стараюсь не ездить, вот, и, конечно же, в это время там очень большое столпотворение, ну, и вот получается, что сравнивают, конечно же, то, что затратно по, как строится, вот, максимальная скорость метро составляет 110 км в час, я не думаю, что у нас минус такой скорости ездит, но, возможно, где-то и разгоняется, но струнный транспорт, опять-таки, скорость выше, даже, может, еще выше, в общем-то, интервал между метро составляет где-то, ну, там, даже у нас минуту сделали, я знаю, что в Москве может быть до минуты доходить, в общем-то, но, опять-таки, Юнинский Стринд Технологич, это о 20 секунд, как они пишут, да, мы уже говорили об этом, может, еще быстрее. Строительство путевой структуры метрополитена в несколько раз дороже, вот, и срок окупаемости, вот, метрополитена составляет 40 лет и больше, но я не знаю, сколько у нас там составляет это срок окупаемости, да, метро интересно, но, опять-таки, я говорю, вот, многие люди, у меня несколько человек есть, которые действительно у них клаустрофобия, вот, они вообще боятся спускаться под землю, особенно после этого взрыва в 2011 году, вот, и моя дочь тоже любит ездить, вот, вот, она любит автобус, где, вот, сесть, вот, она и ездит, любуется городом, вот, у них даже с ее подружкой есть такое интересное, вот, увлечение, вот, сесть, вот, проехаться по вечернему городу на каком-то там автобусе, там, из точки А в точку Б, вот такой вот, в общем-то, ну, не метро, метро, во-первых, у нас маленькое, по сравнению с тем же московским метро, вот, но, во-вторых, конечно же, что там смотреть в окно, если там ничего не видно, у низкой стрихтехнологии, конечно же, это будет здорово, просто будете действительно залипать в этом окне, если действительно будет красиво еще ландшафт и так далее, в общем-то, поэтому преимущества большие, вот, ну, и вот эта фотография, одна из, да, когда вы действительно видите, вот, пожалуйста, вот, сверху это может юнифлэш со скоростью 500 км в час, внизу будут юнибусы, вот, параллельно это может быть и юникары и так далее, все, в общем-то, это вот, пожалуйста, когда все, вот, какая-то канатная дорога, ну, вот, вот у людей вот канатная дорога, да, где-то может быть юнивинт, там где-то можно соотнести, и то это вообще земля и небо, это как сравнить тачку, как вот раньше говорили, да, на четырех колесах и тачку, которую называют машиной, ну, это вот примерно так же, ну, ладно, вот, ну, и вот в данном, в данной статье сказано, ну, давайте сравним, да, давайте суммируем, монорельс намного медленнее имеет ограниченную колею, маглев окупается в течение длительного времени, я вам говорю, уж он не окупается, вот, и гораздо сложнее интегрировать в городскую среду, трамвай управляется человеком, имеет изолированную линию движения, низкая скорость, метро дорогостоящее, уступает струнному транспорту по скорости, электромобили по всем, по многим показателям, более эффективны, экономичны, они мобильны, быстры, экологичны, безопасны, не подвержены авариям и пробкам. Мы не удивимся, если струнный транспорт будет активно внедряться в разных странах мира в ближайшие десятилетия, поскольку его характеристики наиболее полно отвечают требованиям нашего времени. Вот такой вывод, да, жирным шрифтом делает World Construction Today, этот журнал. Вот, поэтому здесь можно поаплодировать, вот, если вам понравилось эти две статьи, поставить плюсики, вот, и эту статью можно найти, потому что они, не помню, там, на английском или на каком, но, в общем, эти статьи есть, Skyward Community тоже, наверное, делает на них ссылочку, ну, вы знаете, там где-то описывается, а потом, в общем-то, дается ссылочка, поэтому, если кому-то интересно будет, я могу и ссылочки дать. Вот, ну, и вот теперь давайте. Вот мы говорим то, что вначале я сказал, что действительно много делегаций едет, мы постоянно увидим, что новые, 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 и я, в общем-то, решил начать с вьетнамцев, потому что назвали это вот вьетнамские деловые круги, посетили Центр тестированной сертификации, U-Sky, но вот эти вот вьетнамские деловые круги, это, в общем-то, те круги, которые мы, в общем-то, которые привлекли, привлек Skyward Community, вот эта вот, да, организация, которая наша, которая является сейчас основным, в общем-то, основной площадкой для инвестирования, и вот действительно вот эти вот, в свое время, когда мы ездили вьетнамцев, тогда не пустили, потому что это было, действительно, скажем так, их не пустили из-за коронавируса, но теперь все случилось, вот они приехали, они счастливые, они действительно зажигалки там, и просто Анатолий Эдуардович там просто, он купался вот в этих вот ярких людях, они действительно очень яркие, видите, вот они вдоль выстроились трассы вот этой вот, которые Леша называет, и вообще называет Санта-Барбара, да, вот она тоже будет заполнена, ездить будет, двигаться, и, конечно же, мы тут будем тоже, очень я хочу опять побывать, когда будет, и вот Анатолий Эдуардович вот внизу присел, если это он, да, потому что там он где-то был в шляпе, ну, много фотографий таких, да, вот, ну и вот эти деловые круги, действительно, они очень активны, они действительно работают, это сейчас одна из самых таких стран, которые больше всего здесь, приносят инвестиций ежемесячно, да, вот, и вот действительно тут, о чем говорится, вот эта страна, она специально ее взял, да, вот она, вот если так вот взять, вот он в Камбодже, это не сюда не относится, вот так вот получается, вот он такая, вдоль побережья, да, всего, вот, и получается вот в свое время, когда я там был, вот мы в Ханой прилетели, потом мы, останавливаюсь, так, еще в одном городе, не помню, там Дананг, да, в общем-то, да, а потом еще вот в Хошимин, вот, и вот это вот расстояние, вот смотрите, если на машине ехать, вот это его трассы, которые тут, 26 часов ехать без остановок, 1482, есть трасса вдоль, она вроде как, вроде вдоль побережья, вроде интересно, там 32 часа ехать, 1615 километров, ну давайте, если по 500 километров взять в час, да, это будет всего там чуть больше там, ну три часа, короче говоря, три часа, представляете, три часа, вот, поэтому делегатам было предложено активно обсудить возможность соединения крупнейших городов Вьетнама, Ханой и Хошимина, и, в свою очередь, доктор Анатолий Юницкий, да, почему-то у Ницки, это у меня получилось, ну, простите уже, подтвердил готовность, потому что с английского переводилось, наверное, вот так перевелось, и все, подтвердил готовность Юскай транспорт приступить к реализации коммерческих проектов во Вьетнаме, гарантируя строительство высококачественных транспортных комплексов, здесь тоже ваши аплодисменты, вот, я думаю, что, конечно же, это оправдано, потому что, ну, это супер транспорт, там очень красиво во Вьетнаме, там, и в то же время погода там такая бывает, дождливые там, неожиданно, вот мы там, нам даже сразу раздали эти плащи, как мы только вот приехали, там непонятно, солнце, солнце, раз, дождь пошел, вот эти вот дождевики одевали, все так далее, в нашем транспорте это будет просто вот великолепно, будете ехать, смотреть и так далее, вот заниматься, чем хочешь, в общем, я вот специально вам вот это вот и показал эти деловые круги Вьетнама, и показал, что здесь действительно вот эта вытянутая страна, она действительно, как никто, нуждается вот в данном транспорте, поэтому так тому и быть, да, пусть так и будет, вот, вы знаете, что там Владимир Маслов активно тоже там является, вот, продвигает этот транспорт, поэтому, конечно же, вот эти люди, они очень и очень, ну, вот, вторая, это визит делегаций Доминиканской республики, республики Гаити, это вот моя сестричка Олечка, она, скажем так, там были вопросы по технической части, действительно, люди смогли приехать, сами убедиться, они, вот, кто-то был, кто-то не был, в общем-то, технически тоже интерес, потому что интерес делегатов вызывают именно пассажирские комплексы с пассажиропотоком до 50 человек в час, вы знаете, что Доминиканская республика вообще, вот, если набрать, это, это Карибские острова, если так уже, вот, чтобы понятно, да, вот, было, поэтому там очень много европейцев таких богатых, так, как вот Оля говорит, с Германии там очень много есть, ездят с Америки и вообще, и, и вот, видите, тут, там еще острова есть, да, поэтому получается, что там есть альтернатива, там есть, скажем так, внешний метро поверху, да, то есть, ну, в принципе, там необходимо еще соединить с острова Гаити и с небольшими островами Доминиканской республики, поэтому в данном случае здесь, вот, именно технологии, вот, именно юнические технологии позволяют это сделать, потому что расстояние там бывает, что до трех километров нужно сделать без единой опоры, а это в данном случае возможно, вот, поэтому вообще, вот, технологии линейного города рассматриваются вообще, если так, в целом, потому что это очень здорово, им очень нравится, они видели вот этот эко-дом и вообще, как, что, чего, очень много вопросов, поэтому вообще, ну, большой интерес, да, и вот, и по мнению гостей с острова Гаити, потому что это вообще целый остров, разделенно там есть страна Гаити, другая страна, это Доминикана с островами, вот, поэтому, вот, они вот насмотрелись и вообще сказали, что вообще республика, Доминиканская республика, может иметь стать потенциал, иметь стать новым Дубаем в Латинской Америке и занять лидирующие позиции в туристической привлекательности. Но что бы вам было интереснее, я вам сделал вот такой вот тоже фотографии, такой вот линейный город острова Гаити. Давайте тоже поаплодируем, это моя идея такая. Вот я это так придумываю, да, вот так нарисовал уже, да. Ну, в смысле, совместил это, чтобы вам было это понятнее, интереснее, да. Вот, и в принципе я вот так и говорю, что я вот хочу жить вот в одной из таких башен, действительно, передвигаться, посмотри, какая красота. Эти острова, Карибские острова, пираты Карибского моря, в общем-то там снимать кино, ездить, путешествовать, вот. И вот такие вот у меня перспективы. Кто со мной, ставьте плюсики, Леша со мной уже собирается, да. Вот, так что, да, туда пока дорога еще дорога, да, но я думаю, что если мы с вами будем зарабатывать, когда все это начнется строиться, то я думаю, что, видите, какие белоснежные пляжи там, вот этот песочек, да, здесь вот, ну, в общем, красота. Так что, ребят, кто за, то визуализируйте это, посылайте положительную энергию, потому что действительно, вы представляете, как кусают те же локти там, какими-то там маглеев и так далее. Ну, какой тут могли, в принципе, понимаете, ну, такие вот эти сваи эти забить и все испортить. Вот, должна быть природа такая, да. Вот. Вы фантазеры, ребята. Ну, как говорится, время покажет. Вот, поэтому фантазии, они так и рождаются, да. Сначала фантазия, сначала этого не может быть, потом второе, это может быть, а третье, ну, так это все знают. Вот три стадии проходят, поэтому, я, например, я не чувствую фантазером, потому что я знаю чуть больше, чем могу вам сказать. Поэтому мои фантазии, они основа, имеют хорошую основу, скажем так. Вот. Также, вот и Бразилия снова здесь, так называлась эта статья. Вот. Значит, на этот раз мэры 15 бразильских городов, вот, а также директора и топ-менеджера строительных консалтинговых компаний, вот, значит, обратились, вот опять приехали. Вы знаете, уже вот ездят и ездят. Вы помните, там был уже первый космонавт вообще в Бразилии, а вообще вот это вот первая встреча состоялась в 2018 году, и они просто обалдели. Вы посмотрите, как они вообще рассматривают вообще вот этот вот, Юнифлэш, он стоит в этом павильоне, и вот они просто туда залезли все, смотрите, там и женщины, и мужчины, там вообще, вот такой интерес. Ну, то есть, вот эти вот люди, Латинос, они очень эмоциональны, вот, типа меня, да, вот мне тоже когда-то я был там в Швейцарии, тоже там что-то эмоционально махал, ко мне говорят, ты Латинос? Мне так интересно было, там еще залезался вот так очень. Вот, я помню этот момент. Вот, поэтому у меня такая вот тоже, где-то кровь там горячая есть, и я где-то так вот машу руками, говорю быстро, вот, поэтому вот такой вот интерес, да, и вот у них тоже вот интересен вот этот вот скорость 500 км в час, они там вообще вот и линейные города рассматривали и так далее. Почему? Потому что вот этот вот мэр, который, значит, один из мэров, он что? Он уже стал прорабатывать, вот это я вам тоже взял эту карту, потому что нашел, значит, там есть Дорадуш такой город, и вот есть такая Паранагуа там, или как там называется, да, это порт такой, да, вот, и вот он решил соединить тоже, вот он уже рассматривает, он стоит с Денисом Дудинским здесь, да, вот, и они уже обсуждают, потому что так надо ехать 2 часа, 2 дня, 15 часов, 14 минут, это я вот пробил вот эту дорогу, если проехать, вот, это получается 3100 км без пробок, если будет ехать 2 дня и 25 минут, вот так вот, ну там сказано, вот если без пробок, да, вот представьте, теперь берите 3000 км, делите на 506 часов дороги в этом самом, в пути, если на скорости 500, если 600, то 5 часов дороги. Ребят, кто говорит фантазеры, это я в хорошем плане воспринимаю это, да, в то же время есть реальная основа от того, что это все будет, ну потому что почему мы лезем в самолеты и садимся, и летим, не знаю, в Турцию на самолете, а это же опасно, а вот вам не дают парашюты, а может что-то случится, а может как-то и так далее, и однако мы садимся и летим 4 часа, да, и вот как бы рискуем, и вот в общем-то отдаем свою жизнь, ну в такое вот, на 4 часа вот мы, да, садимся, вроде бы летим. Почему? Потому что нам важна скорость, важна вот эта, поэтому мир не будет стоять на месте, и замена вот такому транспорту, он будет настанет, тем более он в разы дешевле, чем все вместе взято, чем могли бы, чем самолеты и так далее, и поэтому я вам сейчас говорю, сейчас кто первый пробьет это, вот я говорю, тут будет просто, страна эта просто взлетит по своему ВВП в разы, поверьте мне, вот, поэтому вот и Латинская Америка, она сейчас очень сильно развивается, ей надоело вот это давление со стороны США, они ищут пути как вылезти, вот действительно из-за какой-то зависимости, и они вкладывают в экономику, а как вкладывать в экономику, когда вам говорят, вы можете построить один Маглев за полтора миллиарда долларов, либо вы можете всю страну сделать из юни, юнистских технологий, опять-таки используя в то же те же деньги, ну вот посчитайте сами, что вам выгоднее, вот поэтому никакой, ни о каком фантазии уже речи не идет, уже идет о праграматизме, вот, и далее, значит, посещение центра представителями Чешской Республики, да, тоже они тут прибыли, смотрели и так далее, в общем-то, опять-таки, это вот все в такой совокупности, вот это буквально, вот посмотрите, сколько прошло, неделя прошла, сколько я вам уже даю новостей, неделя, неделя, и вот эти все люди, 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 люди и так далее, это я уже опуская то, что еще сколько не сказано, и сколько не, не, мы не, даже лично не знаем, потому что не опубликовано, вот, ну и в общем-то, вот преимущество комплексов, еще ЮСК, я еще раз повторю, это конкурентоспособная цена, это низкая стоимость строительства, по сравнению с конкурентами, это невысокие эксплуатационные расходы, это исключительная экологичность, безопасность пассажиров, высокая адаптивность, комфорт, энергоэффективность, высокая скорость, более низкий расход материала, минимальное приобретение земли, интегрированность в любую существующую городскую инфраструктуру, без нарушения окружающей архитектуры, все вкупе, вот эта инфраструктура мне очень понравилась, я тоже ее визуализирую, она будет находиться, и я даже вижу, что она очень и очень вписывается в любой современный мегаполис, поэтому, еще сегодня есть, не-не-не-не, Таисия, простите, да-да-да, а то, может быть, я так, да, хорошо, я не хотел вас обидеть, наоборот, мне тоже все очень нравится, я верю, все такое будет, если полностью с вами согласен, но, в общем-то, да, слово имеет такое, знаете, два значения, поэтому, в этом плане, мы с вами, фантазеры, именно в позитивном виде, и вот эта фантазия, они должны реализоваться, да, поэтому, смотрите, сейчас еще остается 3 часа, да, поэтому можно единовременно, у кого завалялось там 1200 долларов, да, кто отложил на постель, ну, можно, в общем-то, еще уложиться и в ежемесячно взять, в рассрочку, да, вот, и обратите внимание, в общем-то, кто уже, я думаю, что за это время кто активно, тот обратил внимание, но, в принципе, я иногда вижу людей, которых в последний момент хватают, и это делают, и вы знаете, что сейчас есть некоторые новости о том, что вот эти вот, там создан черный список, там вот кто-то пирамиды и так далее, вот есть даже люди, которые когда-то соприкасались, сью-скай попали в какой-то такой вот, опять-таки, в русло, в негатива, но я вам хочу сказать, вот смотрите, вот в Эмиратах мы тогда говорили, и тоже говорили, нельзя, 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 вот этот краудфандинг, краудинвестинг, это вот нельзя, там вы не предлагаете арабам, им это нельзя, почему нельзя, потому что запрещено, и вот вам статья, которая, опять-таки, мир движется, он не стоит на месте, в Арабских Эмиратах, проект Собеденных Эмиратов, одобрил использование краудфандинга в государственном и частном секторах, для финансирования новых проектов, сообщил бы его высочество, шейх Мухаммед Бен Рашид Аль Махтум, вице-президент, премьер-министр Арабских Эмиратов и правитель Дубая, шейх Мухаммед отметил, что краудфандинг, один из лучших способов обеспечить финансирование инновационных коммерческих идей, что поможет молодым инноваторам и предпринимателям. Речь идет о сборе средств на реализацию каких-либо проектов и идей на специальных платформах. Вот ссылочка, если кому-то вам это будет интересно. Вообще, во многих статьях, но я вот, скажем так, открыл и Деловые Эмираты есть, там еще есть, там есть на английском, на русском, на арабском, на каких угодно языках. Поэтому о чем говорю? Что действительно мир приходит в то время, когда не уже не супер там решают богатые люди, либо люди, как говорят, establishment, да, которые там, в общем-то, здесь взят в больших кабинетах и думают, кому дать денег, кому не дать денег, где что и как сделать. Мир идет на то, что самый простой человек становится единицей в этом огромном мире и начинает решать, как что двигаться, как ему жить лучше, в какой стране жить лучше, как и так далее. Поэтому я говорю о том, что Арабские Эмираты в этом плане меня очень удивили и в то же время очень порадовали, потому что сколько было, скажем так, в сторону Анатолия Эдуардовича, вот этого вот негатива, что собрал деньги, почему бы не взял у каких-то людей, да никто не давал, потому что все вот нам поедет, не поедет и так далее. И вот когда с миру по нитке и получилась вот эта вот рубашка сейчас, да, то вот посмотрите, действительно, у людей есть очень много идей, мир не стоит на месте, очень много нового и так далее. Я просто представляю, вот этот творческий потенциал, он когда развивается, когда тебе помогают. Поэтому если у вас есть какая-то интересная идея, да, они действительно найдут воплощение. Я же вам говорю, я вот с парнем, он закончил медицинский университет, Паша его зовут, вот мы с ним вместе работали в Натусане, продавали локолюд, а вот теперь он что сделал? Он стал писать книжки, просто детские книжки, да, и тоже в свое время, вот три года назад, или там четыре, уже не помню, он тоже ему предложили, говорит, так а что ты, говорит, давай ты издал, как издать, я не знаю, там это же столько денег, надо все. Да мы тебе скинемся, и вот такую краудфандинговую платформу ему предложили, и теперь он стал таким вот действительно детским автором книжек, он пишет постоянно, потому что собрали ему люди в этой книжке, он там подарил и по этой книжке, другое все, а теперь он стал очень известным, просто вот его творческое начало, поддержали люди неравнодушные, кто рубль дал, кто 10 дал, кто, не знаю, там 200 и так далее, вот, и вот этот Паша сейчас, вот, как бы, стал, обрел такую новую профессию, понимаете, вот, поэтому я думаю, что поддержка нужна, молодых талантов, Анатолий Эдуардович у нас очень молодой, талантливый инженер, дай бог ему еще 300 лет здоровья, жизни, и новых реализаций всех-всех планов, вот поэтому на этом вам заканчиваю, и говорю так, что нет недостижимых целей, есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок, а у нас с вами этого нету, мы с вами фантазеры, в лучшем плане этого слова, да, и поэтому я вас тоже всех предлагаю, предлагаю сейчас фантазировать, визуализировать и реализовывать все ваши самые-самые заветные мечты. У меня все. Олег, спасибо на позитивной ноте, с запасом отговорок заканчиваем, ну и да, прямо смотришь, Дубай, Дубай это молодцы, вот, я почти уверен, что Аль Мактум принял решение краудэмвестинг одобрить, глядя на нашу историю, то есть наверняка там Веницкий про это не раз рассказывал, что у нас по миру по нитке вы построили такой, вот такой вот глобальный проект, вот, и поэтому наверняка благодаря нашему, нашему опыту это все продвигается, вот, ну и если раньше Силиконовая долина, это был Лос-Анджелес, вот где-то там, то сейчас видим, что Дубай, Эмират, как раз самое, прогрессивное место на Земле, то есть смотришь все инновации, там, криптовалюты там, солнышко там, деньги там, ну то есть, как-то все, прямо туда стекает, такой деловой финансовый центр, очень-очень интересно, вот, да, спасибо еще отдельно за вьетнамскую пояснение, в прошлый раз мы затрагивали, тут раз в Вьетнам, Ханой Хо Ши Мин, получается 1600 километров, такая вот длинная, получается, страна, вот, так что, да, это решение там довольно актуально, и, ну, то есть наверняка тоже будет прорабатываться, вот, ну и в целом, статья очень познавательная, то есть вроде все знаешь, как ты сам рассказываешь, а тут вот сделали обзор в журнале, вот, ну тоже, да, смотришь, все это, там дорого, тут неудобно, там, ну, вот эти все-все, недостатки, они все подчеркиваются, и понимаешь, что мы движемся в правильном направлении, строим то, что надо, вот, это самый идеальный вид транспорта, который есть на сегодняшний день, вот, только осталось только дело за внедрением, вот, да, поэтому все очень здорово, и я говорю, что действительно, когда начинаешь в это вникать, когда начинаешь осознавать, и вот почему эти бизнесмены все есть, да, потому что за эти деньги они могут построить целую трассу, да, а не какой-то там один километр, либо там что и как и чего, действительно, у Юницкого настолько это все развито, настолько все отлажено, каждый раз мы говорим о том, что какие-то улучшения происходят, там, с дверями, с магнитами, с, даже вот с клеем, я уже не включал сегодня, да, уже придумали, как клеить, делать еще более, чтобы держало все, понимаете, потом вот эти болтовые соединения были, продуманы действительно в свое время, да, тоже это все и улучшило, и укрепило, и так далее, потому что Юницкий дает 100 лет гарантии вот этим трассам, понимаете, поэтому здесь не просто люди говорят, вы дешево строите, а вы строите очень качественно, на века, и при этом недорого, по сравнению с другими транспортными системами, которые есть, ну и плюс куча-куча преимуществ остальных, поэтому здесь действительно осталось дело за мало, что просто, как говорится, где-то первое выстрелит, чтобы уже все, когда начнется двигаться, все здесь просто снесет, все, как говорится, будет действительно очередь стоять, в общем-то, в офисе для строительства, и всех будут стоять в очередь, господа, в очередь, всем спасибо, ребят, спасибо большое, да, если я честно говорю, что вам спасибо за тоже ваше замечание, и в каком плане, что сначала вроде бы как, вот в то же время вы сказали, что это все в хорошем понимании, и я с вами тоже полностью согласен, потому что все начинается с фантазии, да, вот хочется так, все так, а потом действительно достигает этой цели, поэтому вам спасибо огромное, я вообще очень люблю комментарии, и, конечно, я говорю, что неравнодушные люди, они двигают этот мир, поэтому будем с вами неравнодушны, будем с вами двигаться, мечтать и воплощать. Всего хорошего, да. Да, всего доброго, вот, до встречи через неделю, вот, уже в новом месяце, в апреле. Да. Вот. И будут новые новости, да. Ну, да, да. Куда без них. Всего хорошего. Все, пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.